И тут этот новый ученик громким голосом говорит, а скажи чего-нибудь по-русски, я тут вдруг узнал, что ты говоришь по-русски. Недавно одна из моих подписчиков спросила, интересуются ли мои сотрудники и мои ученики тем фактом, что я родилась и выросла в России. Спрашивают ли они что-либо про Россию. Я попала в очень интересный момент, когда я перешла с одной школы в другую, потому что ученики в этой школе как раз проходили Россию. Поэтому я пришла сразу в первый же день, говорю, я говорю по-русски, я вам расскажу все по-русски. У меня, ну, небольшая выставка. Такое я не могла бы сделать в другой школе, потому что сразу все либо бы потерялось, либо кто-то это растащил, либо сломал. А тут это у меня уже полтора месяца стоит. Дети это могут трогать, я им разрешаю трогать это, играть с этим. Им очень нравится. Они все это посмотрели, все потрогали. Мы с ними разговаривали о том, какие есть прикладные искусства в России. Все это привезено с России или спасено из какой-нибудь гаражной распродажи. Вот у нас такая вот большущая ложка есть. Здесь сахарница. Эти расписаны вручную. Мама мне подарила одну, и мой брат подарил мне другую. Им очень понравилась матрешка. Вот это. Здесь, по-моему, 4 штучки или 5 штучек. Еще была другая, но я ее уже домой отнесла. Это у нас вырезанная из дерева. Мишутка такой. Больше всего им нравятся, конечно, вот эти игрушки, потому что они двигаются. Вот, значит, у нас куры клюют тут. А Мишка у нас рыбу ловит. И некоторые дети каждый день приходят, и каждый день им хочется это потрогать и поиграть с этим. Как бы дети, ну такие, они уже достаточно взрослые, им по 12, по 13, а то еще 14 лет. Но им все равно очень интересно это. Им интересно, что учитель дает попробовать что-то, что смотрится красиво. Но, что я вот, сначала меня это удивляло. Они поиграют, посмотрят и обратно кладут так же, как оно было. Вот это меня до сих пор удивляет. Уже полтора месяца прошло, до сих пор удивляет. Вот. Такая вот у меня маленькая тут выставка на моем столе. Ну, в общем, они немножко обалдели. Получили огромное количество информации, огромное количество информации и деталей, которые они бы не получили от простого учителя географии. Я потратила на это примерно месяц рассказывая им все про Россию, показывая им русский алфавит, говоря о каких-то традициях, о каких-то привычках русских. И им было очень интересно, так как это мне было интересно рассказать им. Я показывала какие-то видео, какие-то фотографии показывала. Я даже матрешек нарисовала в классе. У меня были большие плакаты красивых зданий из Санкт-Петербурга и Москвы. Поэтому они все сразу поняли, этот человек действительно знает вещи про Россию. Не просто потому, что по книжкам было это прочитано в какой-то момент, а потому, что она в этой России была. Кстати, не знаю, если я вам показывала. У меня картинка тут на моем подиуме. Санкт-Петербург. Город, в котором я родилась, выросла. Поэтому у меня вот так вот на подиуме стоит. Ой, только у меня подиум не в том месте сейчас стоит. Он обычно стоит посередине, но сегодня я его отодвинула так, чтобы не мешался. Эх, пусть еще денек-два повисят. Когда я приду на следующий год уже после выходных, то мы будем проходить Африку. Поэтому придется вешать. Вместо того, чтобы у нас тут Питер висел, и красивые фотографии Санкт-Петербурга и России, у нас тут будет висеть картинки Африки. Еще найти надо. У меня, правда, есть какие-то, но это все надо заново пересматривать. А эти здания такие родные, такие близкие для меня. Я везде в этих местах ходила, по этим улицам ходила, по набережным. Кстати, у меня школа недалеко отсюда была. В общем, все это очень знакомые места. Я как будто прям развесила картинки из дома. Ну, про Африку я так не могу сказать. Ну, ничего, будем изучать Африку. Найдем тоже картинки, которые интересно посмотреть. Я им рассказала, что я там родилась и жила сколько-то лет в России. В общем, им это было интересно, мне это было интересно. Мы месяц об этом разговаривали. У нас получилось такое очень длинное знакомство о новой учительнице, потому что я им рассказала многие вещи, которые в книжке не были написаны. Так что целый месяц мы проходили Россию. Закончили это огроменным пиром. Перед самым Новым годом я решила, что мы сделаем русский пир. Я попросила детей принести какие-нибудь русские блюда. Написала, какие типичные русские блюда могут быть. И они через интернет нашли рецепты с мамой и с бабушкой. Там еще с кем-то они готовили. Ну, в общем, сделали замечательную еду. Такую она немножко русская, немножко непонятно какая, но, тем не менее, интересно было всем. Были у нас голубцы, было оливье, пироги, пельмени, ржаной хлеб. Я принесла квас. И мы дружно так отмечали то ли Рождество, то ли Новый год, то ли просто конец семестра, но, тем не менее, детям очень понравилось. Один из мальчишек принес очень хороший салат оливье. Настолько хороший, что мой салат был хуже его салата. У меня он немножко какой-то мокрый получился, а у него каждый кусочек в этом салате смотрелся хорошо. И на вкус он тоже был лучше. Мне даже было стыдно выставлять свой салат, сравнивая свой салат с салатом этого парня. Мы все успешно попробовали квас. И примерно треть детей сказала, о, это вкуснота, можно мне еще такого выпить. Остальные жутко плевались. Но я так и подозревала, что так оно и будет, поэтому я им дала маленькие вот такого размера стопочки, пластмассовые. Рассказала, что такое квас. И дала всем попробовать. Кому понравилось, могли выпить еще. Но, по крайней мере, мы не выливали литрами этот квас в раковину или в мусорное ведро. Потому что мне бы это было обидно. Если честно, квас здесь дорогой. Бутылка 2 литра стоит, ну, где-нибудь 3,5-4 доллара. Я купила... Сколько я бутылок купила? 6 или 7 бутылок? Поэтому уже вопросов, что вот эта новая училка, она приехала из России, там вопросов уже не было. Сегодня мы делаем кое-что совершенно необыкновенное. Мы украшаем мой класс в стиле... Так, ну, России, в стиле Советского Союза, наверное. Делаем гирлянды. Делаем куколок вот таких вот. Делаем из орешков украшения. Вот еще одна куколка уже висит. Ну что? Ну, как вы видите, вот здесь вот можно пораскрашивать матрешек. Деда Мороза, Снегурочку. О, кстати, у нас теперь Снегурочка и Дед Мороз. Такие. Очень цветные получились. С одной стороны, значит, раскрасил, а с другой стороны наклеил на красивую бумагу. И вот, пожалуйста, получается украшение. Сушки тоже на елку повесить. Но потом я решила, что они до елки не дойдут. Больно вкусные. Мы вчера с Катюшкой уже их попробовали. И Катька сказала, что сегодня она ест у меня в классе. Именно по этому поводу. Потому что тут, оказывается, сушки дают. В общем, мы прошли Россию. Получилось так, что мы ее проходили немножко больше месяца. Закончили как раз к самому Рождеству. И уже все без вопросов знали, что эта учительница родилась и выросла в России. Что у нее есть много интересных деталей и много интересных историй о России. Она знает русский язык и говорит на русском языке. Когда мы пришли с зимних каникул, мы начали изучать Африку. И те дети, которые, возможно, не были в моем классе в прошлый семестр, а перешли, скажем, из другой школы или из другого класса в мой класс, иногда замечают какой-нибудь немножко акцент или, ну, чего-то замечают, да? И шепотом там начинают говорить с кем-то еще об этом. И ученики, которые в моем классе в прошлый семестр были, они говорят, да, конечно, она из России, она по-русски говорит. И тут этот новый ученик громким голосом говорит, а скажи чего-нибудь по-русски. Я тут вдруг узнал, что ты говоришь по-русски. Смотря какой момент, иногда меня это раздражает, если честно, потому что я вам не попугай и просто так не перевожусь с русского на английский и с английского на русский, потому что вдруг ты услышать хочешь русскую речь. Но если, во-первых, если человек уважительно спросил, а во-вторых, если у нас на это есть время, тогда я чего-нибудь говорю по-русски. Для того, чтобы просто подтвердить эту легенду, что, ух, а эта училка говорит по-русски, и обычно я говорю что-нибудь очень простое. Например, привет, меня зовут Валя, я живу в Америке, работаю в школе. И они такие, хо-хоу, вау, всем очень нравится, если я хоть что-то говорю по-русски. А несколько учеников предлагали мне ругаться по-русски, когда что-то плохо в классе происходит, или очень шумный класс, да, и я говорю, ты скажи что-нибудь по-русски, не важно что, все замолкают. Я это попробовала дважды, и это правда. Я плохих слов не говорю, я просто говорю, ну что же вы, ребята, ну почему никто не слушает? И все замолкают. Тишина! Но правда, такое пользовать тоже часто не стоит, это надо пользовать очень-очень аккуратно, а то они подумают, что я просто немножко того. Ну вот еще интересный момент. Если я вдруг начинаю говорить по-испански, потому что у нас есть мексиканцы в школе, у нас есть испаноговорящие детишки, и я, они, может быть, там не слушаются, или они что-то непонятное им, и я какие-то слова испанские им говорю, опять же, весь класс замирает, весь класс сразу слушает. И такие они сразу, опа! Так ты еще и по-испански говоришь! И я говорю, пекито, пекито, это значит немножко. И я говорю, пекито, пекито, это значит немножко, совсем чуть-чуть. Но для них это, опять же, такое вот какое-то волшебство, что человек говорит на другом языке, мало того, что человек говорит на английском, мало того, что человек говорит на русском, а тут она еще и по-испански чего-то говорит. И для них это каждый раз, ну, просто такое жуткое удивление. Что же касается моих сотрудников, других учителей, которые работают в школе, я не могу сказать, что им особо интересно, откуда я приехала и почему я говорю немножко с акцентом. Я могу посчитать на одной руке за 4 месяца людей, которые спросили, из какого ты приехала города. Потому что когда люди спрашивают, where are you from, обычно я просто говорю Russia, Россия. И все. И на этом достаточно часто разговор о том, откуда ты приехала, заканчивается. Начинается какой-то другой разговор или просто заканчивается разговор. Но если кто-то спрашивает детали после этого, скажем, из какого города, what city are you from, тогда это уже другое дело, тогда им действительно что-то интересно. И вот таких людей, которые спросили, из какого города в России ты приехала, я могу сосчитать на одной руке за 4 месяца. С другой стороны, я знаю, что когда проводилось собеседование, перед тем, как меня принять на работу, директор и завуч директора сидели в комнате, со мной разговаривали, смотрели мое резюме, смотрели, какие у меня плюсы и минусы есть, какое образование, увидели, что я говорю по-русски. И они этим очень заинтересовались. Они, я думаю, именно поэтому я получила работу, потому что они искали учительницу, которая может рассказать о мире, о разных государствах в мире. Как вы знаете, многие американцы и особенно многие оклахомцы никогда не выезжали за границы своего, своей страны. А некоторые из них никогда не выезжали за границы своего штата. И поэтому, когда они увидели, что я, мало того, что я родилась и выросла в России, мало того, что я говорю по-русски 100%, ну или почти 100%, и плюс еще, я, у меня есть сертификат, что я могу преподавать мировую историю, я думаю, для них это, конечно, все были плюсы. Именно поэтому меня на работу и приняли. Время от времени Зауч приходит в мой класс жаловаться, потому что он видит, насколько маленький мир у его учеников, насколько нужно его развивать, этот мир, но его трудно развивать только одним классом. Хотелось бы, чтобы их родители тоже их свозили куда-нибудь, там, в Европу, в Азию, в Африку, хоть куда, хоть в другой штат бы поехали. Но многие себе либо этого позволить не хотят, либо не видят просто в этом нужды. И поэтому он вот расстраивается из-за этого. У него география лежит близко к сердцу, так как его родители были миссионерами где-то в Азии, я забыла где. И потом они ездили по разным странам несколько лет, он выучил какие-то другие языки, он знает географию очень хорошо. Ну и так вот, он приходит иногда в мой класс, как бы посмотрит на мои картинки, посмотрит на какие-то книжки, которые я там разложила, я что-то там готовлю. Говорит, да, говорит, вот ты это все знаешь, так это приятно смотреть на это, видеть это. А ты представляешь, что большинство из моих учеников, они даже за границей своего штата пока что не выезжали. Для него это дико, у него у самого двое детей, и он их возит, каждое лето он их возит по всем штатам, они уже проехали там, что они только не посмотрели, какие достопримечательности не сфотографировали. Но он, скорее всего, исключение, а не обычный американец. Если вам такое видео было интересно, ставьте пальчики вверх, делитесь им и пишите комментарии. Мне комментарии очень приятно читать. С вами была Валя, до следующего раза. А мои гирлянды, которые мы вместе с детьми делали, так вот на русский Новый год у нас вечеринка была, мы гирлянду такую делали, я думаю, что я ее вообще оставлю на весь год. Я ее подвешу сверху, она смотрится очень так, по-интернациональному. Почему бы ее просто и не оставить? Мне она нравится. Моя елочка-красотулечка. Как мне так вот нравятся эти такие самодельные домашние игрушки. Детишки молодцы, что-то наделали. Я ее тоже оставлю и потом уже буду разбирать после Нового года. А сейчас я просто отключу свет. Субтитры сделал DimaTorzok